Итак, всем добрый вечер. Сегодня у нас поздравительный, праздничный вебинар, да, хотел сказать, планерка. Поэтому мы сегодня поздравляем тех, кто достиг каких-либо результатов, каких-либо успехов в прошедшем каталоге, в каталоге номер 7. Вот такой красивый он весенний, весенний, летний уже был каталог. И мы начинаем. Прошли первый шаг стартовой программы. Браслетиков, которые обозначают дух, единство и страсть со стразами творожки. И первый шаг стартовой программы. Выглядит он вот таким образом. Аплодисменты студии, да. Выглядит первый шаг. Это крем для тела, гель для душа, крем, ой, мыло и смягчающее средство для абсолютно всего. Остановлюсь на том, что новички, которые проходят стартовую программу. Лариса, привет. Новички, которые проходят стартовую программу, у них на последнем шаге при оформлении заказа выходит вот такая табличка. Набор шаг стартовой программы. Внимание, ее нужно добавить в заказ. То есть нужно нажать кнопочку «Добавить заказ» и пересчитать. Только тогда набор появится в заказе. Если этого не сделать, то набор просто пропадает. На следующий каталог он не переходит. А мы продолжаем аплодисменты. И шаг четвертый стартовая программа состоит у нас из четырех шагов, да. И шаг четыре прошли. Быкова Татьяна, город Южноуральск, спонсор Мимиченко Наталья. Короткая Светлана, слоник Синица, Попова Оксана. Филинская Маргарита, город Усть-Ужна, Смирнов Артем. Смирнова Анна, город Усть-Ужна, спонсор Смирнов Артем. Пономарева Татьяна, город Губаха, спонсор Пономарев Юрий. И даже на Алина, город Перм, спонсор Малкова Мария. Аплодисменты этим людям. Это люди, которые всерьез пришли в бизнес, да, проходят стартовую программу. Это очень классно. И компания им, их бизнес, да, вкладывает, в развитие бизнеса вкладывает денежки, да, и дарит вот такие подарки, которые стоят около 5,5-6 тысяч. И компания отдает этим людям, которых я перечислила, за 199 рублей. На выбор мужской набор или женский набор. Шикарные, конечно, шаги. А мы идем с вами дальше. Новые трехпроцентники. Я считаю, что это один из самых важных этапов, когда человек осознанно, да, уже начал строить команду, начал делать личный товарооборот, который нужен для выплаты объемной скидки. Поэтому особые аплодисменты людям, которые вышли на 3%. Это Сташкевич Наталья, город Южноуральск, спонсор Мельниченко Наталья. Это Багдасарова Арина, город Чебоксары, спонсор Чижова Мария. Это Черкова Наталья, город Новуральск, спонсор Альяшина Ирина. Звука нет? Нет, я так понимаю, что у всех есть. Ирма, вам надо... Коллеги, напишите в чате, чтобы перезашли в комнату. Полисова Жеднева, город Карталы, спонсор Мельничик Ирина. А Платонова Юрия, город Карталы, спонсор Студенекина Альяшина. Иванова Ирма, город Карталы, спонсор Алексеева Елена. Аплодисменты этим людям. И вот здесь я из распечатки взяла данные. Доход при личном товарообороте равен 150 баллов. На 3% равен 500-600 рублей. Доход при личном товарообороте 250 баллов. Доход на первой ступенечке успеха 1500-1700 рублей. То есть уже такой хороший доход. И аплодисменты главному герою итогов каталога номер 7. Это Захарова Анна. Это самое высокое звание по итогам каталога номер 7 у нас в команде. Захарова Анна, город Ужевск, спонсор Минниченко Наталья. Доход тоже просчитала. Посмотрела по распечаткам при личном товарообороте 150 бонус баллов. И доход при личном товарообороте 250 бонус баллов. Аплодисменты Ане. А мы идем дальше. Бонус. Начинаем усиленно. Есть вы у нас в 8 каталоге. Поэтому делаем рейтинг по структурам. Структура Бариновой. 2608 баллов балл бонусов ВНР. Структура Шелеменцевой Оксаны. 896 балл бонусов ВНР. Структура Алексеева Елена. 543 балл бонуса. Структура Колосовой Галины. 481 балл бонус ВНР. И структура Малковой Марии. 166 балл бонусов ВНР. Молодцы. Лучшие продавцы. Ну, это вообще вот герои. Герои-герои, да. Смирнов Артем. У меня вот это особенно. Мужчина. Молодец, конечно. Не знаю, сходи, кто там на вебинары не ходит. Город Усть-Усть-Усть-Усть. Сонсор Колосова Галина. 502 личных бонус баллов в 7 каталоге. Курочкина Ольга. Село Верховажге. Спонсор Макаровская Надежда. 339 балл бонус ВНР. Ахматова Гульмур. Город Арамей. Спонсор Сихаева Светлана. 328 балл бонус ВНР. И Сапарова Любовь. Город Часовой. Спонсор Шелеменцева Оксана. 327 балл бонус ВНР. И остановимся на новом премьер-клубе. Премьер-клуб сейчас выглядит немножко по-другому, нежели это было раньше. Премьер-клуб для консультантов, который делает от 100 до 149 бонус баллов. Что получаете вы? Вы получаете скидку с любого заказа 20%. Вы получаете бонус премьер-клуба 5%. Это примерно 300 рублей. Вы получаете возможность заказать из специального буклета премьер-клуб и льготный набор из 5 каталогов за 139 рублей. Премьер-клуб для консультантов, который делает от 150 до 249 балл бонусом. Скидка с любого заказа 20%. Бонус премьер-клуба 5%. Объемная скидка от 3 до 22%. В зависимости от того, на каком процентном уровне вы находитесь. Скидка 50% на любой продукт из каталога. Очень выгодно брать туалетные рядички, волны, сумочки. Возможность заказывать из специального буклета премьер-клуб. И льготный набор из 5 каталогов за 139 рублей. И самый выгодный премьер-клуб платеном для консультантов, которых мы только что озвучили. У нас их было в структуре 4 человека, да. 250 балл бонусов и более. Скидка с любого заказа 20%. Бонус премьер-клуба 10%. Объемная скидка от 3 до 22%. Скидка 50% на любой продукт из каталога. Возможность заказывать из специального буклета премьер-клуба. Льготный набор из 10 каталогов за 199 рублей. Доступ к одному связи с предложением в каталог, купить 4, заплатить за 3. В данном каталоге это туалетная вода с Жорданем. Возможность получить чистый пример клуба платеном при участии в клубе 17 каталогов подряд. Возможность участия в территориальном закрытом клубном фуршете и участия в закрытых ежеквартальных онлайн-семинарах с экспертами Арифлэйс. Мы поздравляем всех, кто сделал первый шаг к своей мечте. И у меня такой вопрос. Поставьте цифру 1, кто четко знает свою мечту, кто четко знает свою цель, кто уже определился. И цифру 2, те люди, которые пока в поисках, пока не знают, что им нужно, какая у них основная цель, какая у них основная мечта и ради чего они, в принципе, начали делать. Один, тот, кто четко знает. И два, тот, кто пока думает. Спасибо всем, кто написал. Я так понимаю, это люди, которые четко знают, все остальные, пока сомневаются и в поисках. Теперь второй вопрос у меня. Такой. Скажите, кто, когда начался седьмой каталог, писал цель на каталог? Кто писал цель на каталог номер 7? Ну, молодцы. Все, все такие уже, все у нас умные, продвинутые, да? Итак, смотрите, почему это важно. Ну, вот здесь такая картинка классная, да? Дела шли хорошо, но неизвестно куда. Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой дороге. 21 книга, да? 21 секрет успеха миллионеров Брайана Трейси. Второй секрет успеха звучит именно таким образом. Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой дороге. Человек без такой цели не продвинется и по самой гладкой дороге. Сома в карлии. Что это значит? То есть, когда мы пишем с вами план на каталог, да? Мы четко знаем, что нам нужно делать, зачем нам нужно делать, ради чего нам это нужно делать. Если мы не пишем план, то у нас получается такое. Ну, люблю хорошо, ну, сделаю приросты хорошо, ну, не делаю, ну, ладно, в следующий раз сделаю, да? Есть такое. Каждое, абсолютно каждое достижение требует усилий. Как говорит Владимир Полежаев, больше всего я ненавижу, ну, не люблю, да, я такого грубого слова не буду использовать, Наталья Правдина, которая говорит, возьмите 10 рублей, положите его под цветочный горшок, и через неделю у вас посыпется, как из друга изобилия. Ну, то есть, бред, да? А ни у кого не посыпалось. Есть такие люди, которые в интернет тоже все эти постят, лягушечек, да, всякие там жбанчики, да, баночки, да, чтобы у них, якобы, поста себе на стену и все это посыпется, ни у кого ничего не посыпется. Поэтому, да, расскажу одну притчу тоже, и, которую рассказывает Владимир Полежаев, возможно, кто-то уже ее знает. Один раз в Самарканде Хаджану Кридзин с Денной Дороги. Ему подходит прохожий и говорит, уважаемый, сколько есть из Самарканда? Хаджану Кридзин говорит, иди. Он говорит, да нет, сколько есть из Самарканда? Хаджану Кридзин опять отвечает, иди, иди. Так вы что, говорит, глухой, что ли? Или вы тупой? Или что? Сколько есть из Самарканда? Да иди, иди. Странник, прохожий, да, путник, кто он там был, пошел, Хаджану Кридзин следует ему кричит, таким тем, как ты, пошел три дня. Понимаете, да, о чем это? То есть, когда цель уже настолько близка, когда она нарисована, но мы вокруг нее топчемся, и не понимаем, что и куда нам нужно делать, то ни одна цель, она никогда не будет достигнута. Все начинается с мечты, мечта переводится в цель, да, и цель переводится в действие. И только тогда они наоборот, можно достигнуть своей цели. Все, наверное, знают вот эту картинку, самый устремленный человек – это тот, который хочет в туалет. Давайте с вами представим, что мы сейчас все выпилим по пять литров воды, да. То есть сейчас у нас нет цели, мы не знаем, куда нам идти, зачем, мы сидим спокойненько, выпили мы все по пять литров воды, и через буквально час-два у нас у всех с вами появится цель. Абсолютно у каждого появится цель. Если мы находимся где-то в общественном месте, да, то мы пошли, предположим, нашли то самое место, которое нам нужно. У нас есть четкая цель, куда нам идти. Мы пришли, там ремонт. Да? Все, что от нас зависело, мы сделали. Все, мы раскладились. Ну, ремонт же, ну, не надо, пойду обратно тогда. Такого не бывает, да. Мы побежим на второй, на третий этаж, побежим еще куда-то, будем искать, да, но мы сделаем то, что нам нужно. Мы не будем, у нас не будет такого, что вот я дошел, постоял, о, тут ремонт, а тут очередь, а тут закрыто, а тут еще что-то. Ну, ладно, будь, что будет. Да, в конце концов мы найдем какие-то кустики, но все равно цель мы свою достигнем. Да, 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 даже по скустикам. Вот, поэтому цель – это то, с чего начинается наш бизнес. Цель – это основа, это фундамент нашего бизнеса. Пока мы здесь дело сформулируем, пока мы не поймем, куда идти, мы туда не дойдем. Цель должна быть очень-очень большой, да, чтобы понимали, что кроме как в Арифлейм эту цель, в принципе, достигнуть, да, больше нигде нельзя. То есть, как, опять же, слова Владимира Полежаева, почему-то очень многие видят направление продажи, продажи, продажи. На продажах 2-3 тысячи, да, но очень мало людей, которые видят направление, хотя оно четко есть, на направление большие деньги, большие деньги, большие деньги, да, а большие деньги никак не связаны с продажами. Поэтому, когда, как говорит Владимир Полежаев, да, сегодня я прямо вот цитирую, как он говорит, что когда у вас будет вот такая огромная цель, вы найдете не вот эти маленькие дорожки продажи по каталогу, а вы найдете одну большую дорогу, и вам будет все это, на все, что происходит, на кризис, на балл рубля, на, что еще может быть, на войну, да, на нововведение, вы будете идти четко к своей цели, на сказку людей, да, тоже очень важно, потому что, ну, если, предположим, да, вот такая мечта, там, сразить ребенка в Диснейленд, ну, ни одной маме не будет, только если она четко запланировала себе эту мечту, эту цель, ни одной, всем, в принципе, мамам, да, любой маме будет все этого, на любой отказ, потому что она знает, ради чего она это делает. Дальше идем. Решите точно, просто по тезисам можно записать или заскриншотить, решите точно, чего вы хотите в каждой сфере своей жизни, особенно финансовой сфере, ну, потому что если финансовая сфера не страдает, да, то в принципе не страдают все остальные сферы, то есть тут и здоровье, и питание, и благосостояние, и одежда, и путешествия, то есть все-все-все, да, большинство людей никогда этого не делают. Второе. Ясно и определенно запишите свои цели на бумаге. Когда вы придаете своим целям письменную информацию, то между вашей головой и рукой раскакивается некая удивительная искра. Я думаю, что об этом тоже уже многие слышали, что все цели надо писать. Не печатать, не держать их в голове, а именно писать. Дальше. Установите для каждой цели крайний срок. То есть последний срок, до которого она должна быть выполнена. Есть некоторая цель, если некоторая цель достаточно серьезная, установите для нее промежуточные сроки. То есть если это, например, там, мечта всей жизни построить дом, да, то мы понимаем, что за один год его невозможно построить, мы делим на какие-то промежуточные сроки. Я поставила на запись, да. Задавайте себе контрольную цифру, к которой надо стремиться. Дальше. Четвертое. Составьте список всего, что вы можете придумать в качестве всех действий, которые вам нужно будет совершить для достижения каждой из целей. Если вам придут в голову новые идеи, добавляйте их к своему списку, пока он не станет окончательным. Ну, если это переводить на наш бизнес, да, то наши цели четко связаны с планом успеха, со ступенькой, какой доход на каждом уровне, да, и что мы на этом уровне планируем. И на какой уровне мне надо выйти, чтобы достичь своей цели. Пятое. Да, да, поставила. Пятое. Преобразуйте ваш список в план действий. Установите, что вы намереваетесь делать вначале, и что собираетесь выполнить позже. Решите, что является более важным, и что менее. Шестое. Немедленно приступайте к конкретным действиям в соответствии с намеченным планом. Вызывает крупное удивление, да, сколько прекрасных целей и планов так никогда и не начали реализовываться из-за проведения и задержек. И это, возможно, седьмое, самое главное. Каждый день, каждый день осуществляйте хоть что-нибудь, продвигающее вас, по крайней мере, на один шаг ближе к достижению самой важной из ваших целей. В нашем бизнесе это что? Каждый день, кто знает? Рекрутинг. Конечно, рекрутинг, приглашение, ВВО, полная презентация бизнеса. Если хоть один день вы не рассказали никому, не сделали предложение, то день прожит зря. То этот день вас даже не на один день, если мы делаем это каждый день, то мечта ближе на один день, каждый день, на один день она ближе, ближе, ближе. Если мы пропустили один день, то эта мечта отвалилась не просто на один день, а на неделю, на месяц. Всегда думайте на бумаге. Садитесь и начните выписывать свои цели, а также создавать планы к достижению. Одно это упражнение может сделать вас миллионером, который сам заработал свои деньги. Хотела провести тренинг, но уже не буду, я вам его сейчас расскажу. Вы его самостоятельно проведете. То есть мы уже со своими девочками делали, тот, кто еще не делал, это тренинг 10 целей по правильной трессе. Каждый день в течение 5 минут лучше, это делать целый каталог, то есть 20-30 дней не меньше. Мы записываем на скорость желания. То есть мы не думаем, мы записываем 10 целей. Быстро-быстро-быстро записали. Через 21 день мы начинаем делать анализ, смотреть, какая основная. Выбираем одну основную цель, которая первостепенная, ради которой все как бы кружится. Мы ставим конкретную цель, формулируем все эти 10 целей, должны быть сформулированы в таком формате, что я то-то, то-то, то-то. Я то-то, то-то, то-то. Понимаете, да? Чтобы передать ей личный характер. Вот, правильно так. И сейчас конкретно по планированию на каталог. По планированию на каталог, которому учила нас Людмила Устинова, да, это каждый каталог прибавляет по-немножку, по-немножку баллы, да. Смотрите, берите ручку, прям просчитывайте, чтобы все-все-все поняли, как это делается. То есть определитесь ключевыми. Первое, самое главное, что нужно сделать, это определитесь со своими ключевыми партнерами, договоритесь с ними, как вы будете работать. Предположим, вы менеджер 15%, да, 3000 бонус-баллов. У вас два ключевых партнера. 1200 у одного бонус-баллов, по итогам прошлого каталога у второго, 600 баллов бонуса, да. 3 баллов в каждой группе. Считаем. Первая ветка, средний заказ, 1200 баллов бонусов на 12 человек. 12 – это база активных консультантов. Это все данные есть везде, они сейчас есть и в электронном варианте, и в распечатках, и везде-везде. Вот. Делим 1200 на 12. Сейчас я покажу. Вот приложение, в этом приложении прям очень четко все хорошо прописывается. Дальше. Получается, что первый ключевой партнер имеет свой везде на 12%, то есть везде на 1800 бонус-баллов, да. Ему нужно прибавить 600 баллов бонусов за каталог. Если у них по структуре, да, 100 баллов средний балл, то 600 делим на 100, получается, нужно пригласить за каталог 6 человек. Понясен, да, расчет? Ключики мне поставьте, если понимаете. Второй партнер имеет цель выйти на 9%. Нужно добавить 300 баллов бонусов, потому что у него было 600 баллов бонусов, да, он планирует выйти на 9% и сделать 900 баллов бонусов. Значит, у него для 900 не хватает 300. У него средний заказ 60 баллов бонусов в команде. Нужно привлечь 5 человек за каталог. То есть 300 баллов бонусов нам нужно прибавить, делим на средний заказ на 60, нам нужно пригласить 5 человек. И по структуре, для того, чтобы прирасти, прирасти, да, нужно пригласить 11 человек. При 70% активности нужно 14 человек. А сейчас я передаю слово. Алексееву Еленею, директору города Карталы, если мне не ошибаюсь. Ну да, да. Лен, ты здесь? Да, Карталы. Простите. Я была в город. Я отключаюсь? Если будут вопросы, я в конце подключусь и отвечу. Спасибо. 한 прибыль. Спасибо. Продолжение следует... 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 Слышите, пожалуйста. Не знаю, вот сын у нас, вот сын, но как он будет ближе сейчас? А если так поближе, ли в тенге лучше слышно или так же много слышно? Мира, ты тут ближе, скажи, как у нас в Картоне сегодня работают. Ну, теперь они меняются. Вы издеваетесь, что насос? У меня не махали. Ну я так не буду, мне так неинтересно. Ой, давайте ждите, я буду. давайте я давайте проверим звук хорошо ли меня слышно давайте проверим звук у меня и такая же оказия замечательно голос женский так вот смотрите сегодня у нас человека мы должны были выступить и рассказать поподробнее о постановке цели значит ирина будет рассказывать елена рассказывать первую часть я должна вторую часть от ценностях получается не по порядку и так смотрите участина нам замечательно все так говорила что ставьте цели ставьте цели знаете обязательно надаются люди которые скажут боже мой да эти цели писала 150 раз еще ничего не сбывается все по правилам все писала ничего не печатала ничего не сбывается и так кстати бывает очень много с чем это связано а это связано с тем что цели ставятся не честно и неправдиво если цель твоя личная соответствует тебе то она поднимает тебя с дивана она позволяет тебе не видеть не слышать никаких трудностей отказа значит мы просто не честно разговариваем с собой тогда когда ставим цель так вот сейчас мы поговорим о том как научиться разговаривать честно с собой как сделать так чтобы цели сбывались чтобы они нас поднимали с дивана заставляли работать заставляли действовать несмотря ни на какие страхи и сомнения не вообще просто отключается я помню этот момент когда я сюда пришла я бояться начала тогда когда достигла своей цели уйти с работы вот только потом все страхи обрушились я не могу сказать что я сейчас уже смогла честно с собой поговорить и поставить все цели но я те цели которые мои личные но я уже очень близка к этому и вот тема для меня достаточно новое поэтому вот мои первые размышления по этому поводу и так у каждого из нас с вами для того чтобы поставить цели нам нужно определиться какие у нас есть ценности по жизни что такое ценности то есть это очень важные принципиально важные вещи важности как их еще называют отсутствие которые сделать нас несчастными или отсутствие которых на данный момент приносит нашу жизнь очень большой дискомфорт а наличие их наоборот делает нас счастливыми так вот как найти эти все наши наши мои личные персональные ценности и так все ценности до единого делятся на три группы посмотрите в правый верхний угол это дело бизнес работа правый нижний угол это личное развитие и левый угол личная жизнь и отношения это три крупные такие сферы и обратите внимание сейчас на большие такие круги вот эти три больших крупных ценностей состоят из более мелких круги между собой пересекаются это говорит о том что эти сферы очень тесно взаимосвязаны между собой и если какая-то из этих сфер не будет у нас присутствовать в наших целях жизненных планах то у нас будет жизненный дискомфорт будет страдать семья личные отношения бизнес работа или допустим там собственного развития знаете приведу пример свои знакомых кто знакомых которые в погоне за личной жизни кстати на здесь при успела и за бизнесом она вообще не думала личном развитии и когда она скажем так вышла замуж за того мужчину за которого хотела заработала все деньги построила дом все 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 у нее прекрасно знаете есть стало скучно жить она не задумывалась о личностном росте она не задумывалась о духовном росте предназначение и она тебе сказала ты понимаешь мне стало скучно жить мне не интересно у меня есть все так вот когда мы обращаем внимание на ту ту сторону то естественно у нас таких проблем не будет и так эти все сферы взаимосвязаны между собой какие-то напрямую вот например обратите внимание вверху есть такая табличка дом комфорт деньги но это понятно что ты не построишь дом своей мечты не создашь что-то уют и комфорт если у тебя нет на это достаточно день и и точно так же ты не будешь скажем так у тебя не твой бизнес не будет процветать если ты не будешь не получишь соответствующее образование не будешь постоянно повышать профессиональную свою квалификацию это понятно но и все остальные сферы они тоже влияют друг на друга вот например мы мы здесь хотим скажем так построить бизнес но как личность мы не интересны с нами скучно люди за нами не пойдут и наоборот если мы интересны как личность если мы притягательны как личность то естественно дело и наш бизнес будет здесь строится гораздо легче с меньшими проблемами поэтому здесь все 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 взаимосвязано и когда мы будем искать свои ценности нам все вот это нужно прописать это один момент следующий момент поиски ценностей ваших жизненных ценностей на что нужно обратить внимание на индивидуальность очень часто вот я когда первый раз писала свои ценности я потом обратила внимание что я пишу часть ценностей стандартно какие положено в обществе но они не мои они лично мне не принадлежат поэтому на основе этих не наших ценностей мы пишем не наши цели поэтому они не сбиваются поэтому ценности должны быть очень очень индивидуально но раз мы в бизнесе давайте посмотрим правый верх внуков мое дело мои проекты карьера власть статус образования вот давайте мы посмотрим на эту сторону итак смотрите мы все хотим стать бриллиантовыми директорами но мы очень очень разные и если для кого-то бриллиантовый директор карьера это замечательная цель она его греет она заставляет работать она заставляет двигаться вот допустим мой спонсор не напал на нитиева она очень хотела здесь получить карьеру и статус и она работала на эту цель деньги для нее были важны но это было на втором месте и это заставляет заставляло ее работать и двигаться но для кого-то карьера не важна здесь вот я понимаю что вот слово бриллиантовый директор оно меня не греет но у меня я так понимаю сейчас не греет мой проект мне не интересен арифлейм как этот проект а смогу ли я его распространить смогу ли я построить традиционную вот эту вот схему млн поэтому когда мы будем пишем свои ценности мы обязательно пишем что мы думаем и я никогда не поставлю цель стать бриллиантовым директором я и сформулирую по-другому то есть результат один и тот же но ценность другая она сейчас заставляет меня что-то делать предпринимать но мне в этом направлении еще надо работать вот обратите внимание ценности должны сугубо индивидуально это один момент второй момент теперь смотрите вот эти три вида ценности у всех они могут стоять на разных местах для кого-то на первом месте важнее личная жизнь и цели отсюда будут у них греть создаваться а для кого-то важнее личное развитие а для кого-то бизнес не надо этого стесняться познай давайте познаем себя и тогда нам здесь будет проще что-то делать если акцент на семью тогда так пишем все что мы будем писать из бизнеса из личного собственного развития все будет сконцентрировано на семью дальше следующий момент на что хотелось бы обратить ваше внимание по постановке на с моей точки зрения ребят я так считаю с моей точки зрения самое главное вот хотя мы на это в целях очень редко прописано это именно собственное развитие почему потому что с моей точки зрения я думаю вы со мной согласитесь именно мы как личность стопроцентно влияем и на бизнес и на семью вот какие здесь могут быть нюансы например если я как личность амбициозна то получается в семье нужно быть не лидером а не вторым лицом да и так же формулировать вот эту цель и точно так же я должна писать что мне нужна карьера и статус в этом бизнесе если же нет то формулируем тоже совершенно по другому я не знаю насколько понятно девочки я сейчас говорю потому что для меня это еще совсем совсем новый свежий такой материал но я считаю что это то самое главное что позволит нам правильно формулировать наши цели и еще все вот эти вот наши цели наши ценности в этих сферах они должны быть гармоничны то есть если я пишу в бизнесе я хочу построить стать бриллиантовым директором там или исполнительным президентом то есть меня я мечтаю о власти и статусе а при этом я не хочу развиваться как личность ребята это невозможно если я не хочу при этом читать если я не хочу совершать какие-то очень сложные трудные для меня дела то эта цель естественно никогда не мечта никогда не сбудется поэтому и в этой сфере ценности должны быть амбициозными и если что-то здесь будет дисгармонично то тогда это не будет сдуваться почему это так происходит вам потом расскажет алифтина ну а я сейчас передаю наверное уже слове слово Лени Алексеевой надеюсь она у нас теперь будет без проблем расскажет очень-очень интересную тему с чего начинать при постановке целей а всем огромное спасибо и не и как сейчас слышно я загрузила девочки слышно хорошо слышно и опять что-то не так ну вы будете слушать так же наверное терпимо совместимо не совсем не так девочки скажите если я так буду в этом же продолжать в этом же мужском голосе это нормально для вас слышать я-то себя не слышу я-то себя не слышу нет ужасно да что ж такое ну а так же нам блять окей ну все ну давай тогда ты пробуй я не знаю ну что такое тогда и маме то же самое будет дайте я маме сейчас в такой плане сейчас садят наверное то же самое я думаю просто она ничего не поменяется наверное всем привет мужчина номер плане или вот я слышно меня я слышно кто-нибудь слышит у вас задевательные выписаться я тоже мужчина да ну да еще пожалуйста все понятно придется опять ленту эх Лена придется тебе отдаваться за нас нашими мыслями и нашими целями тогда потом может быть мы перезапишем попробуем посмотрим и перезапишем свою тему хорошо Алена пусть сейчас попробует давайте давайте еще раз проверим звук звук давайте еще раз проверим нормально так так значит вот первый этап при постановке цели это нужно осознать свой потенциал какие здесь очень важные моменты на которые нужно обратить внимание первый момент мы обязательно становимся тем и являемся теми о чем думаем большую часть времени ну какой здесь можно привести пример например если мы постоянно говорим господи я постоянно болею у меня нет сил у меня нет здоровья и так далее и тому подобное то так оно и происходит это стопроцентно произойдет так если же мы начинаем говорить о здоровье то тогда мы станем здоровее как мне парадоксально звучит но это правда с чем это связано потому что наш мозг абсолютно уникальная система в ней есть такая функция я о ней чуть поподробнее поговорю это функция автоматического поиска цели на автомате понимаете когда я впервые об этом услышала это мне показалось так здорово так гениально и механизм чуть я поподробно позже расскажу но вы должны понять что природе и нашему мозгу это мощнейший биокомпьютер мощнее его еще не придумало человечество и неизвестно придумает когда или нет но в любом случае вот этому мозгу и природе абсолютно безразличен размер и масштаб желаний оно любые наши желания для него абсолютно скромны чтобы мы не пожелали единственное что для разных желаний нужно предложить разные усилия вот такой способностью автоматического поиска цели обладают еще почтовые головы но у нас он немножечко посложнее и он зависит от нас господа пожалуйста листайте тогда слайды у меня эта функция сейчас не действует потому что вы их открыли ага спасибо так вот смотрите если у нас запущен механизм он у нас есть он присутствует автоматического поиска цели почему мы не ставим ну во первых потому что есть категории людей для которых цели не важны по разным причинам большинство из них они не просто не знают что вот эта способность ставить цель скажем так играть самую главную роль в нашей жизни важнее чем все остальные другие навыки поспрашивайте у тех кто много много вылет в этом бизнесе и еще не пришел к бриллиантовому директору посмотрите на свежеиспеченных многих бриллиантовых директоров у многих нет навыков и способностей тех кто ниже их по квалификации вас в том числе они поработали с этим механизмом и он не служил туда куда надо вторая категория не знает самого процесса как ставятся цели мы об этом говорили и сегодня об этом говорим вот этот первый второй пункт не годится скажем так нас не касается третье бояться неудачи вы знаете это очень очень большая ошибка не надо бояться неудачи мы все равно чего нибудь достигнем может быть меньше чем мы ставим но мы обязательно достигнем но если приложим усилия то достигнем то чего ставим если это наши цели если это наши ценности я об этом говорила и четвертый момент бояться не насмешив в том случае если не достигнут цель поэтому свои цели держим в секрете но обязательно о них рассказываем тогда когда мы этого добились для того чтобы людям это было скажем так полезно для информации следующий слайд пожалуйста этап третий вот первый этап мы разобрали второй этап определить какие ваши цены какие у вас есть ценности в вашей жизни что для вас принципиально важно и опираясь именно на эти ценности начинаем определять свои настоящие истинные цели итак пункт первый сделайте свои цели личными чтобы желание было жгучим то есть не просто бриллиантовый директор а как карьера либо как доказательство того что ты сильная личность то есть цель сформулируйте по себе вот как одежду перешейте без себя ошейте второе цель должна быть эгоистична то есть для себя лично мы это делаем вы знаете многих это может быть вызвать шок как мы же привыкли мы должны жить для семьи для детей я должна чем-то жертвовать по имя кого-то а когда человек жертвует он плохо делает и себе и своей семье потому что жертву всегда обижают и вот к примеру Елена Стивна рассказывала как она сформулировала цель вот желание купить ребенку сыну это не это получается желание для сына а не для себя но она и сформулировала знаете как я хочу сделать ну я не слово-слово не формулирую но вот смысл передаю то что она говорила я получаю огромная радость удовлетворение что могу себе позволить купить ребенку квартиру понятно да то есть вот эта цель эгоистична нельзя ставить цели когда мы чего-то отдаем допустим я хочу заплатить кредит я плачу кредит я плачу кредит я отдаю мне так нужно формулировать цель ее нужно записывать я заработала деньги зарабатываю деньги для того чтобы оплатить кредит вот эта разница понятно да мы не должны отдавать мы эгоисты мозг эгоист он не будет на это работать я заработаю что подать а не я отдаю вот третий момент начинается начинаем с самых общих целей то есть общая объемная цель допустим бриллиантовый директор и далее дробим ее на части помельче 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 и до ежедневных целей вот как говорила сегодня Инна одно ВВО в день то есть смотрите глобальная цель бриллиантовый директор а конкретная маленькая как минимум от одного ВВО в день теперь смотрите вот о ценности которых я говорила нужно написать цели во всех трех сферах первая сфера личная жизнь и отношения то есть вот по трейси можно работать я сейчас работаю по трейси как говорила Инна правда я 10 дней делала но что-то она мне сподбитла сделать это на 21 день наверное так будет вернее и вот из вот этой категории личной жизни отношения на выборы три самые жгучие ну вот здесь пример хочу помочь семье ну или да в частности мужу в финансовом обеспечении семьи закрыть все кредитные обязательства вот смотрите здесь неправильно записано заработать для того чтобы закрыть кредитные обязательства купить машину построить дом вот допустим три прописали следующее дело бизнес тоже три цели найти там два три пять и там сколько хотите ключевых партнеров дальше следующее стать директором допустим в каком-то месяце и в концу какого-то года как вы планируете там тоже ваш открыт золотого директора и третье создать сильную сплоченную организацию команды это это пример ваши могут быть совершенно другие кардинально другие и третье ежедневно заниматься самообразование посещать вебинары проводить ежегодно и так далее и тому подобное вот допустим у меня одна из целей вот трех на развитие себя она уже сейчас была поэтому могу рассказать я не люблю проводить ВВО я поставила для себя цель я люблю проводить ВВО и поставила цель в течение этого месяца июня больше всего что мне напрягало ВВО внутренний страх перед человеком с которым я буду встречаться вы знаете вот эта мечта она сбываться начала очень быстро я не знаю это совпадение она просто сбылась дело в том что буквально после того как я прописала вот эту цель я обожаю проводить рекрутирование ВВО через встречи 3-4 я поняла что я абсолютно не волнуюсь когда провожу вот эту встречу это вот когда я их разбила самообразование на более мелкие цели в частности вот это вот поэтому работайте 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 ищите только свое свое личное следующий слайд четвертый пункт вот после этого выбираем из каждой тройки по одной цели и обратите внимание не о перспективе говорим а то что беспокоит меня сего дня вот меня допустим где больно мне было больно это ВВО сейчас мне это не больно и вот выбрали то что волнует тревожит запросто это будет с негативом что приносит дискомфорт и так далее и допустим если мы прописали вот эти 3 цели и выбрали закрывая все кредитные обязательства за год открывая и ректор ежедневно занимаясь самообразованием вот мы прописали поставили следующий слайд и теперь вот из этих трех выбираем самую допустим сильную самую энергетическую мощную та которая позволит следующий дайте мне слайд та цель которая самая важная на данном этапе которая позволит решить большинство задач и вот смотрите получается в данном примеру случае выйти на год за один год на уровень золотого директора почему потому что выход на эту квалификацию позволит решить все остальные задачи и под конец то о чем я говорила как работает механизм в нашем мозгу для само скажем так самонаводящий механизм как он функционирует и так смотрите обратите внимание на правый нижний угол это наш мозг в разрезе и вот к сожалению нет функции здесь маленькое маленькое такое есть пятнышко называется ретикулярная формация вот эта часть мозга работает как коммутатор в офисе то есть смотрите что получается в наш мозг поступает абсолютно все то что мы видим и слышим на данные каждую секунду времени это бешеные потоки информации мы осознаем своим разумом только маленькую маленькую может миллионную часть той информации которая ежедневно приходит в наш мозг она уходит на уровень подсознания мы ее не осознаем и теперь смотрите что мы думаем постоянно о чем мы думаем постоянно допустим либо о проблеме либо о задаче и что как работает вот этот коммутатор когда мы даем приказ своему мозгу а это то о чем мы постоянно думаем то вот это вот коммутатор он выбирает из всей огромной информации которая к нам поступает в течение дня ту которая нужна для реализации этой цели если мы постоянно думаем я больной и несчастный человек вот понимаете он сработает таким образом вы окажетесь в том месте и рядом с тем человеком который чихнет и вы получите то о чем мечтает но это негативный пример а теперь позитивный пример если я расскажу если человек захочет он озвучит что-то его цель недавно причем знаете мы не осознаем что мы делаем мы не понимаем но почему-то мы действуем именно так сейчас приведу один пример одного из наших присутствующих здесь на вебинаре людей человек мечтал купить шубу шубы стоят очень дорого такой суммы не было но мечта есть мечта надо ее писать надо ее осуществлять и в этот день выключают свет в квартире и человек почему-то идет в магазин и почему-то ищет себе там какую-то другую вещь он ее не находит уже на выходе из магазина поворачивается продавцу и говорит а шуба у вас есть она говорит да есть и представляете и там есть та шуба которая нужна и она она по-моему на 20 тысяч дешевле чем человек хотел ее купить вот как это сработало каким образом а нам не нужно об этом знать нам надо поставить нашу личную горящую внутри цель все остальное сработает природа и вот эта ретикулярная формация как она остановилась она сработала подсознание сработало дала команду поэтому ребят если мы найдем это замечательное открытие для меня если мы найдем нашу личную цель мы можем делать работу за нас не мы будем обязательно работать осознанно в том числе но главную функцию сделает мозг итак смотрите верните мне обратно слайд так не возвращает возвращается то есть смотрите когда мы даем приказ мозгу а приказ это то о чем мы постоянно думаем и с очень большой энергией мы дали приказ мозгу и он нас скажем так заставляет искать везде вот это увидеть эти возможности хоп вспомнила еще одного человека я его не помню а он оказывается очень ценный что дорогая куда бежишь я тебя хочу позвать на встречу и более того если мы настроим себя на развитие здесь бизнеса нам обязательно придут люди вот мой мозг знаете как образом я не знала еще об этой интересной штуке но я поставила свою цель найти 5 бизнес партнеров не совсем верно сформулировала у меня есть люди впервые за много лет появились люди которые хотят здесь строить бизнес откуда они появились вообще абсолютно неожиданно часть из моей команды с которым я на 150 раз говорила она меня не слышала а кто то пришел просто откуда то не возьмись не знаю поэтому работаем с этой информацией она гениально работает следующий теперь слайд какой должна быть вот эта главная ведущая цель то есть подводим итоги это то что вы лично очень сильно хотите второе конкретно четко ясно со всеми нюансами записано вы знаете наши предки недаром породили такое выражение что написано пером не вырубишь топором это правда третье она поддается количественному качественному измерению то есть ее можно потрогать пощупать понюхать ощутить это обязательно если это не поддается измерению это фантазия четвертое реальной и достижимой ну допустим не бесполезно мечтать слетать на марс пятое ну и за все это надо будет заплатить да мозг будет помогать мозг мозг будет двигать но и природа будет двигать но для этого ну помимо этого нам еще очень много нужно сделать помним статистику тысяча приглашений 300 контрактов 50 партнеров из них только 5-6 будут то есть люди которые захотят пойти на квалификацию директора и выше и шестое гармонично сочетаться с другими целями вот это очень очень важно если есть понесение к этой к этому шестому шестой цели сделайте следующий слайд если есть пояснение картинка вот смотрите человек правый правый угол правую сторону смотрим человек поставил цель я хочу машину о чем он при этом постоянно думает о вещах о красной икре в отдыхе о развлечении что получается дис диссонанс записана цель машина а думая о другом машины никогда не будет вот будет частично то что мы здесь то о чем мы мечтаем то куда направляем всю свою энергию но не полностью потому что диссонанс и так смотрите как это работает мы поставили цель допустим все таки это автомобиль и это наша личная цель мы его очень сильно хотим мы постоянно об этом думаем мы действуем и что происходит копится энергия для автомобиля и после этого она начинает реализовываться поэтому ставьте цели которые у вас есть в голове допустим не бриллиантовый директор а я стою не аплодируют в центре зала восхищаются и рядом стоит шесть моих директоров это если вам нравится признание аплодисменты если что-то по-другому ну формулирую принцип вы уже поняли есть какие-то еще слайды или все действуйте и все получится что я вам хочу пожелать я хочу пожелать вот после сегодняшней встречи провести честный искренний разговор самими с собой понять чего вы хотите на самом деле искренне и честно поставить цели как профессионально грамотно у нас уже есть на эту тему вебинары ну и у вас все получится обязательно да и еще обратите внимание поставьте свои цели и вам еще нужно будет понять что другого варианта как арифлейм этой цели вам не достичь это кстати ребята очень очень сильно вам поможет вот поставили цель допустим купить автомобиль посмотрите если у вас другие варианты если у вас нет других вариантов добиться автомобиля ну тогда у вас здесь получится и после этого посмотрите какой ступеньки карьерной лестницы соответствует ваш автомобиль и действуем и двигаемся вперед удачи пусть у нас у всех все получится всем спасибо 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 и